Бакунин Лайв Тесла отчиталась о результатах второго квартала, льготы на электромобили в Беларуси, назначение нового главы компании Jaguar Land Rover, победители тендера электросамокатов в Париже и другие новости. Подписывайтесь на канал и поехали! Первая летающая машина, вы не ослышались, начнет свой пробег по дорогам Нидерландов в августе 2020 года. Голландская компания PLV уже несколько лет активно занималась не только разработкой летающего авто Liberty, но и разрешениями на его эксплуатациях на дорогах общего пользования. После 10 лет кропотливой работы, Liberty не экспериментальный образец, а машина, готовая к серийному производству. По сути, это гирокоптер или гироплан или автожир, как его официально называют. Летательный аппарат имеет мотор с пропеллером для разгона в хвостовой части и складной ротор на крыше, как у вертолета. Винт вращается лишь от движения воздуха, он обеспечивает подъемную силу аппарата. Цена новинки – 600 тысяч долларов и еще 25 за возможность быть среди первых покупателей. В пакет ходят 10 уроков по управлению. Что же с техническими характеристиками? А вот они. Двигатель на 100 лошадок, скорость по земле 160 км в час, разгон до сотни за 9 секунд. Для полетов у гибрида другой двигатель на 200 лошадиных сил. Дальность полета – 400-500 км. Перевоплощение из машины в летательный аппарат занимает 3 минуты. Конечно, взлететь можно не в любом месте. Требуется полоса протяженностью 250 метров. Для использования решима полета нужна будет летная лицензия. Несмотря на временное закрытие заводов и существенное снижение спроса на автомобили, во втором квартале 2020 года Тесла показала прибыль в 104 миллиона долларов. Первый раз в истории компания показала прибыль 4 квартала подряд. Одновременно Маск объявил, что новая гигафэктори в США будет построена в Остине, штат Техас. Строительство начнется прямо сейчас. На ней будут собирать Сайбертрак и Модел Уай. Маск отметил, что это будет просто огромная фабрика. Как получилось, что все в минусе, а Тесла в плюсе? Даже после продажи более 90 тысяч автомобилей во втором квартале компания не вышла на прибыльность. А вот после продажи Zero Emission Credits на рекордную сумму 428 миллионов долларов все получилось. Автопроизводители, которые не вписываются в нормы по выбросу углекислого газа за год, могут выкупить квоты, те самые кредит у тех, кто выпускает экологичное авто, и избегать крупных штрафов. Сразу после публикации результатов акции выросли еще на 4%, а общий рост акций за последний год составили более 500%. Сам Илон Маск вошел в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Президент Беларуси Александр Лукашенко постановил, что требует от правительства и горожан переходить на электромобили. Цель главы государства – 100 тысяч машин через 5 лет. Статистики по количеству электромобилей в стране пока нет, их отдельно никто не считал. Однако введенные недавно льготы явно подстегнули спрос. Только за три первых дня действия льгот через границу было ввесено 250 электромобилей. Напомним, еще весной Лукашенко подписал электромобильные льготы. Нет дорожного сбора, нет НДС при покупке электромобиля для личного пользования. А те, кто купил авто до подписания льгот, смогут этот НДС вернуть. Нет платы за коммунальные парковки. Зарядные станции также освобождены от НДС. Льготы будут действовать до 2026 года. К 2022 году Беларусьнефть запустит 640 зарядных станций. Тьерри Булуре, бывший CEO Рено, который активно продвигал работу с электрическими моделями, назначен новым CEO Jaguar Land Rover. У компании сейчас тяжелые времена. В 2019 году они уже потеряли 4,3 миллиарда долларов, а за первую половину 2020 года – 607 миллионов долларов. Увольнение Белары из Рено – интересная история. Он был приближенным лицом бывшего CEO Карла Сагона. Того самого, что сбежал из-под ареста в Японии в родной Ливан в чехле от контрабаса. Говорят, именно поэтому Белары вытеснили из компании в октябре 2019. Это случилось буквально через несколько дней после того, как он направил в совет директоров Ниссан письмо, в котором усомнился в честности внутреннего расследования дела Карла Сагона. Именно при Беларе Рено начала продвижение электрических авто на индийском рынке. Он же летом 2019 года одобрил подписание договора Альянса Рено-Ниссан и Уэйма о совместной работе над беспилотным автомобилем. У Ягуара также есть подписанный контракт с Уэйма на беспилотный Ягуар Айпейс, который начали тестировать на дорогах общего пользования еще в 2019 году. Сомневаться в том, что Ягуар продолжит работу над электрическими беспилотными автомобилями с приходом нового главы, не приходится. Lime, Tyr и Dot выиграли тендер на право обеспечивать прокатом 5000 электросамокатов в французскую столицу в течение последующих двух лет. На три места было 16 компаний-претендентов. Остальные компании, которые не выиграли тендер, покинут Париж. В частности, компании San Francisco Bird. Такое решение стало реакцией на огромное количество самокатов различных компаний, которые буквально наводнили город с 2018 года. Сейчас в Париже насчитывается более 20 тысяч электрических самокатов. По новым правилам, самокаты нельзя будет оставлять, где попало. В городе создадут 2500 парковок, по 6 самокатов на каждый. Еще одним нововведением будет ограничение скорости до 8 км в час на Елисейских полях по вечерам пятницы и субботы, чтобы предотвратить гонки на самокатах, которые устраивают подростки. Мэр Парижа также обязала победившие в тендере компании нанимать работников для обслуживания и зарядки самокатов на постоянные контракты и прекратить использовать временных низкооплачиваемых работников. Общество летательных аппаратов с вертикальным взлетом создало каталог компаний, которые разрабатывают и производят электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом – EVTOL. Их оказалось 300. EVTOL позиционирует себя как более безопасные, современные, тихие, недорогие и экологически чистые. EVTOL считаются очень перспективными. Например, Toyota инвестировала 394 миллиона долларов в Joby Aviation. Hyundai – полтора миллиарда долларов в свое подразделение городского воздушного транспорта. Daimler и Geely – 140 миллионов долларов в немецкий Волокоптер. Tesla обвинила своего конкурента Rivian в переманивании сотрудников и краже секретов. Известно, что в компании трудится 178 бывших сотрудников Tesla. В исковом заявлении фигурируют имена четырех из них. Rivian обвинение отрицает. Tesla уже обращалась в суд по аналогичным обвинениям сотрудников, которые переходили в китайский Xpeng и калифорнийский ZOOX. Если вам понравился дайджест, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. На связи Бакунин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова